Вот лоб. Что ты понимаешь по длине морщин? Ну, подсказывай. Что ты понимаешь по длине морщин? Вот морщина заканчивается тут, или тут, или тут, или тут. Что-то, о чем тебе говорит длина морщины. Ну, она может быть короткая, может быть дальше, может быть дальше. Морщины. Одна, две, три. Но они, как правило, заканчиваются. Это вот эти, это может быть длинная, это короткая. Вот эти морщины будут практически всегда заканчиваться одинаково, симметрично справа-лево. Но они могут заканчиваться здесь, здесь или вообще вот здесь. Полоса вот так, может быть, вот так. Ну, я так понимаю, насколько широко раскинут мышцы. Правильно, по форме фронталиса. Мышцы самыми. Да, ты по вот этим морщинам понимаешь, где заканчивается фронталис. Если у тебя заканчивается морщина тут, то, соответственно, здесь тебе бесполезно колоть. И наоборот, если она аж сюда, ты колешь не среднюю часть, ты раскидываешь точки прямо по всему, заходя на височную область. То есть это просто она может идти вертикально, так, так, по-разному. Чаще всего она, конечно, в классике, она между гребнями и височной костями находится. Да, да. Ну, тут, а по неврозу, само собой, ну, вот так. Но бывает, что она и заходит сюда, на висок, дальше. Ну, то есть это негативно. Так, теперь давайте лубы посмотрим. Значит, ну, бывает вот так вот точки располагают. Ну, смотрите, если вдруг вот тут вот есть морщины дополнительно, то этими точками вот эти морщины, они остаются, но вы их не выключите. Поэтому я предпочитаю больше шахматкой, что у кого есть волоса. Да, иногда справятся, то есть если подвижный, допустим, лоб, что именно при подвижном. Ну, вот у меня, смотри, смотри, у меня он двигается, смотри. Ну, не сильно, но там волосы, вот эти точки волоса, они не сильно расслабляют. Ну, и что, у тебя там вверху уже нет морщинок. Ну, не знаю, я лично, волосы это так. Это если мне уже, знаете, как, просто так, я вам так скажу, просто так волосистую часть я не беру. Это если я пытаюсь поднять в руки, если мне надо поднять в руки, допустим, ну, там в каких-то ситуациях, тогда я могу прибегать уже и с техникой заходить волос из той части головы, но так обычно я туда не беру. Или она бросила в руки. Да, на 2-3 миллиметра теоретически ты можешь, теоретически ты можешь, потому что это брюшко, вот представь себе, оно тянет вот эта порция, оно тянет к нижу. И поэтому теоретически ты можешь поставить две точки, еще два. При голове боли нет, бывает уже, головное брюшко напряжение тоже бывает, это помогает немножко расслабить мышцу. 20 единиц себе ставила, а с двух сторон тут 20, кому тут 20. И мы подняли, да, но у меня брови были, было просто реально злой филин. Очень красиво было. И мне надо было хоть на 2 миллиметра, ну, поднять их. Ну, на 2-3 миллиметра у меня глаза открылись, но не больше. Вот если высокий лоб, то предпочитаем шахматку, то есть мы выставляем так, чтобы покрыть все морщины, да, которые есть на лобу. Ну, мы сейчас будем лоб ставить, и мы сейчас, они там по-разному ставятся. Вот если низкий лоб, старайтесь все-таки дозу небольшую взять и поближе к волосистой части головы, точки, чтобы вы хоть немножко его визуально увеличите, а не наоборот. Чтобы, потому что на низкого края не надо больших доз брать и низко опускать точки. То есть вы вот ближе к волосам тогда стараетесь делать. Что, сложно? Нет, да я же впитываю. Впитываю. Если усли где-то там запуталось, ты останавливай нас. А теперь просто посмотрим разные лопы и разные паттерны. Ну, вот смотрите, вот такая же, то есть достаточно высокий лоб, да. Ну, тут там и так, но я бы все равно вот тут, ну, шахматы небольшой. Тут надо шахматкой, потому что мужчинам нам не надо поднимать брови, еще раз подтвердить. Ну, разве что или поднимать может быть в целом, потому что они тяжелые. Да, да. Немножко можно пытаться, то есть полностью в целом приподнять брови, но не так, чтобы вот тут приподняли. Надо открыть окно, где-то немножко шейфинзиент ломался, еще не почти. То есть, вот здесь вот смотрите, мы обязательно ставим их в центре точки, потому что тут есть морщины, да. То есть у нас тут апоневроз лопан, видите, достаточно высоко. Ну, тут уже волокна мышечная, тут надо расслаблять. Ну, вот такие варианты. Есть вот такой вот лопан, смотрите. Ну, тут тоже, в принципе, цель. Видишь, куда заходит? Видишь, куда заходит? Это зависит от формы черепа. Если оно яйцеобразная у нее форма, то у нее вот таким, ну, как бы, кожей, где эта кожа, она у нее будет морщины аж сюда заходить, потому что нет костной основы, понимаешь? Если она яйцеобразная, у нее гарантированно будут вот сюда идти. Что-то мышцы должны где-то расположиться, она уходит почти на висок. Понимаешь? Вот такая вот картинка. Вот зачем тут колой будут? Вот сюда может быть там какая-то мистость есть, но в центре не надо колоть. Это очень низкий лоб. И вот только после волос. Да, он низковатый. Ну, вот тут можно колоть, вот сюда вот точечки можно ставить. То есть тут в центре не надо, потому что смысла в этом нет. Вот такое бывает. Прямо уже достаточно редкая ситуация, но вот бывает. Зачем сюда колоть? Ну, смотрите, плоская даже вообще там мышца нет. Вот колем, вот клем. Соответственно, обрати внимание, где заканчиваются. Ты видишь, где заканчиваются мышцы? Вот она и заканчивается. Там есть лорщины, там есть мышцы. Нет, там вообще нет мышцы. Вот тоже вот такой лоб. Это тоже одна там. Молодая девочка. У нее там вообще компатор. Таким, ох, прям мощные вещи. Вот тут доза там. Надо просто заменить на свои картинки. Это да, будет. Ну, это моя картинка. Да. Это моя картинка. А вот это вот мефистофелю мужчины. Смотрите, вот были дрови. Ему укололи, и вот получился вот этот взгляд удивленный. Ну, и вот техника опускают вот этого мефистофеля. Упирают, выпускают бровь. То есть вот как раз вот над бровкой делается папулка, срезан углы вверх, одна венечка. И вот после коррекции, смотрите, бровь встала на место. И обрати внимание, докуда вы у него доходит. Видишь, какой интересный коррогатор? Посмотри. Видишь, какой он маршрует? Это он еще виден. Посмотри, как интересно. Видишь? Да. Видишь, какая форма. А здесь она больше вот таким, видишь, крючком прямо идет. Ну, мужчине, это не так важно, короче. А женщине, конечно, мы разобрали. Мышцы тоже могут опускаться. И вот эта вот мышца, опускающая, ну, мышцы с депресса шутерцили, которая вот отсюда опускает дополнительно брови. Подтягивает. Сейчас я снять эту картинку, как будет. Ну, просто вот так.